Меня зовут Мелани Бачина. Здравствуйте. Пол Манафорт находится в офисе Федерального бюро расследования в Вашингтоне. Ему предложили сдаться властям. Обвинения также предъявлены его бизнес-партнеру Рику Гейтсу. По версии следствия, они скрыли десятки миллионов долларов. Деньги Манафорт получал от украинской партии регионов бывшего президента Виктора Януковича и не зарегистрировался вовремя как лоббист, хотя продвигал украинские интересы, говорится в обвинении. ФБР утверждает, что за 10 лет Манафорт отмыл 18 миллионов долларов. Ранее издание «Басфит» сообщило, что часть этих денег могла принадлежать Виктору Януковичу. Всего бывшего главу компании Трампа обвиняют по 12 пунктам. Это первое обвинение, предъявленное специальной комиссией прокурора Роберта Мюллера. Он занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США. Манафорт их пока не комментировал. Из-за скандала об украинских деньгах он покинул пост главы штаба Трампа спустя всего три месяца после назначения. Ассушиатед Пресс утверждает, что Манафорт получал деньги из-за лоббирования интересов российских властей. Он эти обвинения отвергал. В ближайшее время Манафорта отвезут в окружной суд для избрания меры пресечения. Владимир Путин назвал уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова неполитическим. Президент России сегодня провел встречу с членами Совета по правам человека. На ней Путин напомнил, что Серебренников – неполитические деятели, поэтому ему дело против него не может быть политическим. Цитата. «Чисто финансовая основа малоприятного разбирательства». Кроме того, президент России назвал странной линию защиты бывшего губернатора Никиты Белых. Его обвиняют в получении взятки. Дело Белых Путин обсуждал с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Она во время своего выступления сказала, что знает Белых много лет и готова за него поручиться. Но президент России назвал странным позицию адвокатов, согласно которой Белых в ресторане в Москве получал пожертвования для своего региона. Кроме того, Путин напомнил, что решения суда по бывшему губернатору еще нет. Изопретатель Петер Матсон признался, что расчленил тело журналистки Ким Валь, сообщает датская полиция. В убийстве он по-прежнему не признается. Ким Валь в начале августа брала у Матсона интервью на его подводной лодке «Наутилус». Ее обезглавленное тело с отрезанными конечностями было найдено спустя две недели. Матсона арестовали. Он настаивает, что Валь умерла от несчастного случая, а он выбросил ее тело в море. Подростка, открывшего стрельбу в подмосковной школе, обвинили в покушении на убийство и хулиганстве. Девятиклассник арестован. Завтра суд рассмотрит продление мумер пресечения. В начале сентября подросток пришел в школу с пневматической винтовкой, кухонным топориком и петардами. Он напал на учительницу. Ученики в панике попытались убежать через окно. Трое получили травмы. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова